Норма уголовного социального законодательства, о котором решение суда приговор выносит на основе тех данных, которые были исследованы в судебном разбирательстве, то я, конечно, участвовал в всех разбирательствах и следует только одно, что вообще следует за показаниям, показаниям потерпевших, было только одно, что все, кто выступил в суде в России, потерпевшихся в сторонах и деньги, и все видели только одно, что обвиняемые у них нет никаких претензий, и все обвинения они предъявляют в адрес бывшей власти, то есть представители высшего и высшего компаса правительской республики, в частности, высшего президента Джеймбекова, министра Джуна Шалиева, Крестового МГКНБ Упенбаева и других благословительниц, которые учинили расстрел демонстрантов и нанесение вреда здоровью, тяжкого, менее тяжкого вреда здоровья, очень многим будет. В том числе, в том числе, в 1020 сотрудников милиции и военнослужащих пострадалов, и порядка еще, кроме этого, обратились также, были допрошены пострадавшие по 200 гражданских лиц. Никаких других обвинений в этом судебнораздрате, естественно, нет. А выступление, в данном случае, как пророк, премьер, выглядит все-таки, ярох, вы нашли извинения, но это все-таки, это даже не подтасовка, уважаемые святые, это просто фальшификация данных, когда получено в полисудебноразбирательство. Фальшификация. Скажем так вот, если взять обвинения в мой адрес, то, что я незаконно освободился из СИЗО-1. Но в материаловом дела действительно есть решение суда, судебноразборчивое освободился. И я на самом деле не выходил из СИЗО-1 до тех пор, пока не принесли судебноразборчивое. И когда администрация СИЗО сама не вывела меня из помещения, из камеры, а потом из расположения СИЗО-1. Я не допускал никто, что никакой незаконно освободился. Что я незаконно освободился. Если бы по-другому было сказано, что кто-то меня вдруг, если бы незаконно освободил, действовал, то почему тогда нет решений проводительных органов и действий проводительных действий в отношении тех, кто это незаконно сделал. Говорят, незаконно я освободился, но нет. Теперь дальше, что я вступил в преступный сговор. Ни одного свидетельства о том, что я с кем-то вступил в какой-то сговор, в ходе СИЗО-1 не прозвучало. О том, что я жаждал какой-то власти, не прозвучало. В ходе СИЗО-1 не прозвучало. Это, кстати, нет ни в одном томе уголовное дело. Нет ни в одном томе никаких показаний, ни в показаниях свидетелей, ни в оценках экспертов. Нет ни одного, что я к чему-то стремился. Ни одного свидетельства здесь сказать, осуществлено не было. И нет ни одного свидетельства в этом числе на тома уголовного дела. Для тех, кто первый раз участвует в СИЗО-1, я открою, что 100 томов в СИЗО-1, это 70 томов, это акт у СИЗО-1 медицинской экспертизы по тем потерпевшим, которые пострадали. Остальное там идут акты по имуществу. Но по имуществу здесь тоже я хотел сказать, как тут можно поверхностный подход к стороне объединения, в том, чтобы предъявить иск нам погашения ущерба. Но как можно нанести, как мог ли нанести? Я, Аландрек Шершенович, и на САМВАЕ, как мы могли нанести ущерб? Вот занятие Уркинеш, когда вы даримно ходили с ним в СИЗО-1. Вы уж тогда будьте добрее, уважаемые санавелья, как вы их дифференцируете, как ущерб нанесли 9 октября, чем вы нас обвиняете, Сатамбаев и САМВАЕ. И тот щерб, который был нанесен 5-6 октября, в котором виноваты, опять, все-таки по мнению стороны, вот, не всех потерпешку, виноваты СОРАНГАЙЧЕНТВЕКОВ, САМВАЕ, САМВАЕ, СОРАНГАЙЧЕНТВЕКОВ, 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 которые должны были правильно провести выборы и не допустить, у нас беспорядок. и которые выстрелили, опять-таки, это 8 546 патронов, по-моему, резиновых пуль, это только без учета клей-поиска, то, что прозвучил здесь, от логатого задания, без учета клей-поиска, это только МВД без клей-поиска, почти 9 тысяч патронов. Четыре с половиной тысячи гранат, газовый гранат, две с половиной тысячи светошумовых гранат, это именно несло ущерб здоровью людей, нанесло ущерб тому имуществу, которое было. И это именно распалило людей. Поэтому я считаю, что здесь, я, честно говоря, я, можно сказать, три года уже сидел на этот раз, уже здесь друг друга-то знаем, и стороны обведения тоже мы все. Мы видим, что и прокурорка зачитывает этот нельзя в суд, и он сам неудобный, это видно, что право по человеку, что ему трудно, что ему трудно дается. Но все-таки надо быть до конца профессионалов, мне кажется. И профессионализм все-таки прокурора опрокуроризует в ручьем лицо не в том, чтобы исполнять чью-то волю, а подходить именно в стадии, как это должно быть. И это вопрос попыток захвата власти. Ну смотрите, если бы мы такили власти, то 6 октября, наверное, мы пошли бы на площадь, когда нас освободили, но ни один из нас не пошел на площадь, от кого вы освободили с СССР. Я там вайл, там вайл, поехал домой, я поехал домой, 15-20, я не вон. Ни 6-го, ни 7-го, ни 8-го числа у нас от нас вообще никаких действий не было. 9-го числа, когда было видно, что такая ситуация она аус, аус, а не. это слово замс. Совета Безопасности в руле персоналиев, когда он наделял, прямо насильно наделял полноморщику с СССР. фактически вот на этом встречании мы видели по видео, здесь он заставил, где-то сярки, где-то, где-то, где-то. Но тоже надо было этот хаос ликвидировать, и вот тогда просто мы как и гражданские рейсы мы выставили позицию, что политические силы должны найти компромисс и найти выход из политического хаоса, который оказалась страна. И никаких других вызов у нас не было, был только призыв, в чем я и не выступал. Я просто говорю, задать словом митинга, в словах Атамбаева, на то, что Бабана выступала, она троим век выступала, и на митинге была форма и звучала только то, чтобы страна должна найти выход из политического хаоса, который страну вернула, и преступная власть у нее действует. Субтитры создавал DimaTorzok